Письмо называется «Сильная привязанность к маме», пишет Ольга. Юль, здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Дочь Виктория, один год, родилась в 39 недель кесаро-сечении. Причина кесаро-сечения – мои проблемы с тазобедренным суставом. Малышка развивалась хорошо, в положенные сроки радует умелками. Мы еще на грудном скормим. Папа наш практически всегда на работе. Вечером пару часов и в выходные дни только видится с дочкой. Все остальное время мы с ней вдвоем. Вика не остается с папой без моего присутствия. А, нет, извините, Вика не остается с папой без моего присутствия. Начинает истерить и звать меня. Так было практически с самого рождения. Мама всегда должна быть рядом. Дочь очень любит играть с папой, любит с ним веселиться, но я должна быть рядом. Сейчас папа наш в отпуске, мы втроем всегда. Думали, за время отпуска Викулька привыкнет к папе, и я смогу хоть в душ сходить без своего маленького хвостика, но нет. Она даже, когда играет с папой, держит меня за палец, не отпускает. Мы не бьем Вику. Ребенок долгожданный. Парга души. Видимо, папа души в ней не чает. Я не против быть всегда рядом, но уже год. Я не могу ни маникюр, ни маникюр отлучиться, ни в магазин. Она не отпускает. Не остается одна с папой. Мы никогда не отвлекали ребенка игрушкой, а я убегала. Всегда объясняли, что маму, мне нужно туда, и останешься с папой. Вика протестует. Даже когда я в душе. Вика сидит у папы на руках в ванной и дергает шторку. Проверяет меня. Я не знаю, что мне делать с этой привязанностью. Я же тоже устаю. Понятное дело, даже на пять минут не могу отлучиться. Как быть нам в такой ситуации? Спасибо большое за ответ. Где-то у нас было такое видео про эти хвостики. Я рекомендовала всем родителям, у которых вот такие хвостики, задушить в кавычках детей своим вниманием. Вот куда-то вы идете мыться, писать, готовить, кашу поменять, стиральную машину разгрузить, загрузить. Стараться не убегать от ребенка. Потихонечку сейчас, пока он там загрался, я сейчас быстро в коридор выскочу, возьму телефон, зарядку обратно прибегу. А она в этот момент заметила, что вы отлучились, и началась, и поднялся вот этот животный страх. Наоборот, тащить за собой. Наоборот, специально делать. Вот она чем-нибудь загралась, даже вам никуда не нужно. Вы, наоборот, ее говорите, Вик, все, мне нужно там пойти кашу поменять, ну-ка давай пошли со мной. И на 50-й раз, да какой 50-й? На 10-й раз она скажет, господи, опять мать пришла, опять меня куда-то тащит, не дает мне поиграть. Желательно вот такую вот терапию делать, когда ребенок совсем заигрался и не хочет вот от этого, по вашему мнению, отрываться. А вы, наоборот, ее выхватываете из-за ее игры. В общем, сделать ей некомфортно, когда вы ее за собой тащите. И тогда она будет, наоборот, говорить, что, господи, не пойду я с тобой там кашу мешать, я лучше здесь останусь играть. В общем, не убегаем, а наоборот тащим за собой. И если вы куда-то отлучаетесь, допустим, даже в пределах комнаты, она там вот играет, а вам нужно в шкаф, не нужно вам в шкаф, это вы такую специальную ситуацию придумываете, вы ее с собой тащите, либо вот поворачиваете голову, говорите, я сейчас вот до шкафа возьму там полотенце и вернусь к тебе обратно. Она отмахнулась от вас, но она очень увлечена, нужно найти такой момент, когда ребенок очень увлечен. Но вы все равно сходили в шкаф, к ней подошли, голову повернулись, я сходила в шкаф, вот, принесла полотенце и вернулась к тебе. Вот тогда ребенок будет у вас уверен, что вы никуда не убежите. Здесь, понимаете, сработал просто животный, обычный животный страх остаться без важного человека в ее жизни. Это мать, соответственно. Извините, меня не подавилась. Вот, значит, один раз ребенок напуган, достаточно ребенку напугаться один раз. Сейчас водички попью. Все, попила водички, давайте опять возвращаться к тому, что я сказала. Повторюсь, что это просто животный страх. Стоит ребенка один раз напугать, что самая главная личность в его жизни куда-то исчезла, вот он шел-шел, повернулся, ну, знаете, что мать сзади повернулся, а мама там в это время за кузов какой-то зашла. И все, вот здесь вот поднялся животный страх, подпитанный еще памятью пришедшей от предков, и стало страшно. Я один, я не защищен, меня бросили, не знаю, вернется ли не вернется, и вот здесь начинаются поиски матери, и с этого момента начинается вот этот вот хвостик. Поэтому, чтобы вернуть доверие ребенка к матери, соответственно, к будущему вообще всему миру, база вот этого доверия к миру, это нужно вот такую терапию устраивать. Я попробую найти видео у нас на канале, это прям подробное там видео, когда, что, зачем, почему и как это все делать. Но вот сейчас вкратце, что не уходим никуда, не прячемся, не делаем таких вот попыток, пока она заигралась, я сейчас быстренько в коридор обратно, потому что в этот момент она может повернуться и увидеть, что опять вас нет, хотя это было прям секундное дело, и этот страх еще больше укоренится и увеличится, он не исправится, не исчезнет, да, наоборот усугубится. Вам нужно, чтобы ребенок начал вам доверять и забыл ту ситуацию, когда ему было страшно без вас, а это таскать за собой, никуда не уходить. Ну вот попробовать набраться терпения на неделю, и прям вот специально, вам никуда не нужно, ни в шкаф, ни в коридор, ни кашу мешать, но вы все равно вот эти ситуации специально создаете, чтобы ребенка за собой утянуть на кухню, на балкон, в другую комнату, и желательно бы это сделать в тот момент, когда ребенок заигрался, и ему совершенно не хочется никуда с вами идти. Вот, и с папой играет, здесь сидите, да, за руку держите, не убирайте руку, в общем, действие от обратного, не убегайте, а наоборот ребенка догоняете во всех ситуациях, и вы увидите, как через неделю он начнет от вас убегать, потому что вот уже, мать надоела, уже сил нет, вечно меня таскает кашу менять, в туалет, там мыться, в шкаф куда-то, и так далее. Вот, и специально создавать ситуацию, когда вы по комнате, в поле ее зрения, делаете какие-то вещи. Я пойду, вот сейчас дойду до двери, и там, 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 я не знаю, возьму газету, она, ну, иди, или пойдем со мной, если вы видите, что тревожно даже вот к этому, если вы сказали, я дойду до двери, возьму газету, и она сразу подорвалась, я с тобой, значит, пока она не готова отпускать вас даже по комнате, и тогда за собой, прям, вот ерунду какую-то, я пойду возьму тряпку, я возьму ботинок, мне нужно взять вот это, пошли со мной, пошли, 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 и когда увидит, что она, ну, уже не хочет идти, мол, иди сама, тогда вы сходили, взяли это, вернулись, повернули голову, сказали, я к тебе вернусь, ходила за ботинком, и вернулась к тебе, слышишь? Вот, отсюда появится уверенность в том, что вы всегда рядом, и даже если вы отошли, что вы к ней вернётесь, вот, не убегаем, не прячемся, вот, ну, мойтесь, знавеск вообще открыт, чтобы она вас видела, у ребёнка же, видите, вот, ку-ку, вот это вот, это первая игра на доверие к миру, мать исчезла, ку-ку, мать появилась, отсюда у ребёнка прописывается, прям первое правило, что мама исчезла, и тут же появилась, то есть он доверяет маме, вот этим ладоням, и знает, что сейчас она появится, так же вы должны появляться, и не прятаться пока, вот, даже если вы идёте мыться, ну-ка, подавайте, собирайтесь, собирайтесь, пойдёмте мыться, пусть знавеска открыта, побрызгайте на неё там ещё воды, чтобы ей захотелось закрыть эту занавеску, чтобы ей было комфортно, ну, вот, вот такой вот терапии нужно изо дня в день, и я думаю, что через неделю, если вы всё будете правильно делать, уже вы увидите плоды вот этой вот терапии, письмо называется «Сильная привязанность к маме», Ольга, один годик, вообще, да, в этом возрасте вот детки, вот такие, если они пуганные, если уже бывала такая ситуация, что мама ушла, и непонятно, когда она вернётся, и вернётся ли вообще, они начинают, конечно, да, бояться, переживать по этому поводу. 5 ноября ответила.